Всем привет! Вот DVD-плеер, из которого я сделал компьютер. По сути, что тут есть? HDMI USB 3.0. Это разъем для наушников с микрофоном. С другой стороны у нас USB Type-C с поддержкой вывода видео. Вот такой переходник использую, чтобы можно было подключить второй монитор, если прям нужно. И еще один USB 3. Так, дальше у меня тут все. С задней стороны можно поставить вентилятор, но просто сейчас решеточка стоит. Так, это отсюда выдув идет теплого воздуха и провод питания. Тут будет решетка стоять, еще идет решеточка. Так, на передней панели кнопки управляют индикатором. Тут показывают температуру процессора и время. USB подключен. это не подключено. Микрофон. Сейчас я его разберу и покажу, что внутри. Блок питания стоит. Потом отсюда я взял 5 вольт, чтобы не тянуть через всю плату индикацию включения на кнопки. Оперативочка SSD с радиатором. Стоит снизу обычный HDD на 2.5. Между платой и жестким диском где-то около 5 мм расстояние. Потом плата Wi-Fi установлена. Это датчик температуры с радиатора снимается, подображается на экране. Так, это переходной такой патрубок я сделал из ПВХ для того, чтобы выходил воздух. Только сюда больше никуда не шло. Так, так как тут вот эти вот USB разъемы только два, я для передней панели забрал USB от камеры. Будет видно, не видно. Вот такая вот штука. Тут разъем для камеры стоял. И камера используется USB 2.0. Я сюда подпаялся, убрал разъем. Сейчас вот 30 градусов у меня жары. 4.9 вольт. Это я вот как раз беру индикацию вот отсюда. 5 вольт уже. Так, дальше что у нас. И время. Давайте включим. При включении загорается лампочка. Закрутился вентилятор. На блоке питания я провод укоротил. То есть я разобрал сначала блок питания. Потом укоротил провод до разъема питания. самой платы. Он вот, ну не знаю, сантиметров 20, наверное. Также здесь убрал и припаялся непосредственно. Блоки питания я поставил в болтчики. Ну, чтобы его закрепить. Если захотеть, можно, конечно, открутить. И блок питания отойдет отсюда. Так, с другой стороны у меня к контактам припаяна батарейка для биоса. Это, спасибо, Миг Гамбит на ютюбе. Тоже собрал вот такой же, на этой же материнке. Почти такой же корпус DVD, только без переднего разъема. Как я нашел Миг Гамбита, я тоже планировал собрать такой компьютер. Уже сгруппировал всю сборку, что мне нужно. И решил посмотреть. Тоже собирал такие же. И которые вот я видел, что собирали все какие-то там из видеоплеера сборка была. Из DVD. И только вот у парня Мига Гамбита более-менее было вменяемое. Я у него подглядел только про стойки, на которых расположено крепление материнской платы. Ну, немножко тут промахнулся. У меня, видите, под наклоном пришлось одну стойку в наклон уводить. В толстую дырочку не там поставил. Отверстие. Так, а так у меня используется М2. Вместо гаек я использовал стойки. Ну, потому что их, во-первых, легче их закручивать. Легче откручивать, если надо. Потому что с гайками, если туда крутить, то проблемные места это вот для гаек. Вот это вот место. Потом проблемное для гаек вот сюда прикрутиться. Вот так стойку раз, и она свободно закручивается. Вот такой вот компьютер. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...